К 75-летию победы в Великой Отечественной войне в 22-й Чебоксарской школе открыли зал боевой славы. На праздник приехал уроженец республики, герой России Николай Гаврилов. С прошлого года учебное заведение носит его имя. Так что авиатор просто не мог пропустить это важное событие. Генерал-лейтенанта, героя России в школе встречали как самого дорогого гостя. Прежде чем изучить экспонаты зала боевой славы, Николай Гаврилов решил осмотреть площадку возле школы. Именно здесь в ближайшее время должен приземлиться вертолет Ми-8, который станет частью музея под открытым небом. Для кадетов, которые с прошлого года углубленно изучают технические дисциплины и переориентированы на авиационное направление, это будут еще и учебные пособия. Можно будет исследовать начинку авиатехники прямо на школьном дворе. Являться будет еще учебным пособием и тренажером для захода в вертолет и быстрой эвакуации. Это нужно будет и спецназовцам, и гражданским пассажирам. То есть школа приобретет учебные пособия. Вот таким образом мы думаем в сентябре этим заняться, чтобы учебный год начался уже с вертолетов. Зал боевой славы в школе открывали без особой помпы. Все-таки коронавирус. Но все присутствующие отметили, малочисленность не делает события менее значимым. Подобные уголки боевой славы в пандемии открыли уже в трех чебоксарских школах, а в 22-й собираются создать целый музейный комплекс. Данное направление мы считаем очень важным, потому что именно развитие военно-патриотической мысли, создание и реконструкция, модернизация музея воинской славы должны воспитывать детей в первую очередь в духе патриотизма, в духе гражданственности и преданности Родины. Планируем, что на этом работа у нас не остановится. На сегодня уже 30 музеев в городе Чебоксар работают. Уголок боевой славы в школе продуман до мелочей. Школьники могут узнать о подвигах чувашских солдат в годы Великой Отечественной, войны в Афганистане, чеченской кампании. А еще поближе познакомиться с тем, чье имя носят учебные заведения. Отдельный стенд здесь посвящен и Николаю Гаврилову. Кстати, Герой России расположен и к живому общению с ребятами. Каждый приезд на это отводит часы. Евгения Зиновьева, Алиса Александрова, Семен Антонов, Вести Чебоксары.